МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это Молодежный форум, и с вами я, Максим Жамба. Сегодня в программе. Большой книжный день на Каменке. Делимся впечатлениями. Дорогу молодым, как научные идеи становятся, бизнес-проектами. Фантазия, ставшая реальностью. В Красноярске прошел знаменитый Каспей-конвент. Читая в первый раз хорошую книгу, мы словно приобретаем нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу, значит вновь увидеть старого друга. С этим утверждением Вольтера наверняка согласился бы каждый посетитель Большого книжного дня на Каменке. Как это было, смотрите далее. Большой книжный день на Каменке вот уже третий год подряд собирает самых читающих, умных и интересных людей. Впрочем, к таким можно отнести всех постоянных посетителей культурного пространства. Это литературный бум, книжная феерия. Все, кто хотя бы раз побывал на книжном дне, знают. Тут можно раскопать что-нибудь очень интересное. И это привлекает гостей. Можно здесь встретить кого угодно. Здесь можно встретить студента или там только-только выпускника школы. Можно встретить исполнительного директора крупного компании города Красноярска. Все любят книжки. И мы на самом деле, когда придумывали Большой книжный день, мы ориентировались не на молодежь, не на школьников. Мы его делали для всех вообще. Каждый житель города в этот день мог попробовать продавать книги. Что-то из Большой семейной библиотеки, что-то из того, что было куплено, но даже не открыто. Дома очень много книг. Мы решили какую-то часть хотя бы продать, которая стоит и просто пылиться, поделиться с людьми старыми книгами. Студент Иван Полищук только начинает свой бизнес. Его локация «Доллар по 15» посвящена комиксам. С каждым годом интерес к такому виду литературного творчества только растет. Два года назад никто понятия не имел, кто такие. Дэдпул, Человек-муравей. Сейчас каждый человек выбирает сторону в гражданской войне, спорит, почему Супермен сильнее Бэтмена, хотя Бэтмен – Человек, а Супермен – инопланетянин. Организаторы подготовили и несколько увлекательных площадок с мастер-классами. Например, можно было поучиться делать красивые и оригинальные закладки для книг. Штучные вещицы, между прочим, к тому же нужные. Я обожаю читать. Для меня закладка – это то, чем я могу сказать в третьей. Я читаю и очень красиво читаю. Потом книжки мне нравятся читать. Именно закладками важно иметь, чтобы не забыть, какую именно эту страницу, чтобы не загнуть листик, либо там не использовать фантик, либо чек. Это напоминало, что хотя свой труд ты и завершил, однако нужно еще переписать его на Белла. Все, я прочитал эту книгу, друзья. Ну и, конечно же, какой большой книжный день без нашего любимого буккроссинга. Книгу прочитал, и пора выбрать другую. Так, какое бы... О, почитай вот эту. Священная история. Давно такое не читал. Пойду читать. Впервые на книжном дне прошла так называемая лженаучная конференция. Темы для докладов разнообразны. От народно-хозяйственного значения мамонта в контексте политики импортозамещения до фонетики немого кино. Андрей Колесников попытался раскрыть тему шаурмы, как маркера глобальной экономики на примере двух регионов. Новосибирской области и Красноярского края. Данные для доклада предоставили друзья, проживающие в обеих сибирских столицах. Ну а экономические показатели найти несложно. Наука, конечно же, очень важна и интересна, но иногда люди проявляют свои творческие способности именно в других направлениях. Поэтому пофантазировать, посмеяться, задать какие-то интересные классные вопросы, ну в этом ничего плохого абсолютно нет. А вот дельный совет тем, кто только планирует свое участие в различных лженаучных конференциях. Обязательно не спать пару суток перед подготовкой и ничего не читать. И смотреть молодежный форум. Увидеть любимых сказочных героев детства, сфотографироваться на фоне сказки, стать обладателем настоящей волшебной палочки. Большой книжный день на Каменке стал не просто встречей, он стал настоящим праздником для любителей удивительного мира литературы. Друзья, меня зовут Андрей Колесников. Занимайтесь наукой и обязательно смотрите молодежный форум. Получить новые знания, превратить свою идею в бизнес-проект и привлечь инвестиции. Все это возможно, если ты участник краевого молодежного проекта «Инновационный прорыв». С идейным вдохновителем и руководителем проекта встретился наш корреспондент. Мы учим ребят о том, как привлекать финансирование, то есть какие возможные там способы и ресурсы для них открывать. Активные продажи, общественная деятельность в университете и диплом инженера садово-паркового строительства. Все это у Ирины в прошлом. Несколько лет назад она решила кардинально поменять сферу деятельности и начать строить в крае инновационные ландшафты. Как сейчас помню, осенью 2011 года я себе задавала вопрос, чем я хочу вообще по жизни заниматься. И ответ был такой. Я хочу организовывать события, которые будут менять жизнь людей. И через год ровно так оно и получилось. Ирина вместе с командой энтузиастов создала молодежное инновационное сообщество. Сейчас это самая популярная в крае площадка для продвижения идей молодых бизнесменов и поиска единомышленников. За несколько лет проект «Инновационный прорыв» приобрел огромную популярность среди стартаперов. Самое главное быть самим собой и постоянно рождать креатив, постоянно его генерить. Самые простые решения, они у тебя на ладони. Это довольно необычный формат конкурса с играми и танцами. Но в процессе неформального общения гораздо проще учиться у опытных бизнесменов и находить инвесторов, которые готовы вкладывать средства в инновации. Эти ребята когда-то тоже участвовали в инновационном прорыве, а сегодня уже выпускают серию 3D-принтеров под собственным брендом. Спрос на такие инновации сейчас очень высокий. От идеи к идее Ирина движется не одна. Ее друзья всегда рядом. Они действительно там поддерживают, в каких-то вещах говорят, о, а у вас еще появилась эта, а вот мне пришла там идея. То есть у меня друзья такие тоже творческие, креативные, которые ищут всегда какие-то новые технологии, что-то использовать у себя. В свое свободное время строитель инновационных ландшафтов предпочитает проводить с пользой, занимается самообразованием. Говорит, главное, чтобы во всем был порядок, и ни одна свободная минута не была бесцельно потеряна. В нашем городе впервые прошел известный во всем мире конвент Комик-Кон Сибирь. Красноярские поклонники косплея и аниме воссоздали атмосферу мира сказки и фантастики. Все подробности в сюжете далее. Традиционный красноярский косплей-конвент «Авектор» в этом году перерос в более масштабный фестиваль – Комик-Кон Сибирь. Это одновременно и фестиваль, и выставка, и шоу, где живают наши любимые герои из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, популярных комиксов, аниме и манги. Мы все-таки делаем это мероприятие более переходным, потому что Комик-Кон обычный, он не сильно подвязан на сценической программе. Я, как считаю, люди еще немножечко не готовы полностью к выставочному формату, когда сцена – это всего лишь процентов 10 от всего мероприятия. Мы ее тоже уменьшили в этом году, то есть можно сказать, что процентов 60 всего происходящего – это сцена. Например, с «Авектором» это было 90. То есть постепенно мы переходим к этому формату, который является каноничным. Масштаб конвента поразил всех присутствующих. Два этажа различных локаций, выставок и фотозон, две сцены. Комик-Кон Сибирь собрал более 2000 участников и зрителей из разных городов Сибири. Это первый Комик-Кон в Красноярске. Тут должны быть комиксы, мы их, кстати, уже видели, на первом этаже их очень много, и это круто. Просто можно повеселиться, много людей с тобой фотографируется, и ты ходишь радостный, счастливый, и можешь не скрывать ничего, потому что это аниме, и все, что ты любишь, и твои интересы все поддерживают. Некоторые участники косплеев из года в год примеряют на себя все новые образы. Ты каждый год создаешь новый образ. Не устал еще придумывать? Ну, всегда есть новый поток идей, всегда хочется что-то делать, что-то творить. Как бы тут не предугадаешь, просто захотел и сделал. Сегодня я в образе Неро из Дэйл Мэй Край 4, это видеоигра. Целый день с утра до позднего вечера на сцене проходило грандиозное дефиле. Разнообразный мир любимых персонажей аниме, комиксов и игр оживал прямо на глазах у зрителей. Осталось немного до выхода. Волнуешься? Безумно. И, кстати, я играю Алису Возвращение Безумия, так что безумно волноваться для меня. Это норма. А как правильно настроиться? Сколько выступаю, до сих пор не знаю. Каждый раз это по-разному. То есть, ну вот сейчас меня очень тошнит, я не знаю, как настроиться. Но когда подойдет моя очередь, думаю, я соберусь, просто прогоню все, что я задумала в уме, и выйду, и покажу все, как надо. Многие участники довольно серьезно и строго канонически подходили к своему дефиле. А вот команда «Интим» решила вдоволь повеселиться под нашумевшую песенку на лабутенах. И не прогадала. Наградой стал приз зрительских симпатий. Как подбирали музыку, вот эту знаменитую на лабутенах? Да просто посмеяться для фана. В таких костюмах ходить удобно или сложно? Нормально совершенно, ходится в них. Просто порепетировать. Встаешь вот так вот и ходишь. Ой, а у тебя зуб вот отклеился. Придется идти к стоматологу. С неизменным восторгом зрители встречали участников танцевального конкурса. Как всегда, особой популярностью пользовались кавер-дэнсы мальчиковых групп. В удовольствие танцуете или все-таки хотите первое место занять? Всегда только для удовольствия танцуем. Только для себя, чтобы порадовать зрителей. Главное выложиться на все сто. Главное выложиться на все сто. Отдаться полностью залу. Показать, что все эти репетиции были не напрасно. Членам жюри было очень непросто сделать свой выбор. В одиночном и командном дефиле оценивались демонстрация костюма и презентация выбранного персонажа под музыку. А в постановочном косплее еще и представление. Это были миниатюры, танцы или боевые сцены. Здесь очень хорошая организация. Все прям на высшем уровне. Меня прям порадовало очень сильно. Очень понравилось, что делают хороший упор на дефиле. Дефиле продуманное, очень интересное. То есть включать не приходится. Костюмы тоже на очень хорошем уровне. Вообще прям замечательно. Я в восторге. Целый день сказочного волшебства завершился награждением победителей в номинациях. Их ждали призы и овации зрителей. А незабываемые эмоции и яркие впечатления получили все. Сегодня просто огромный поток энергии со всех сторон идет. От гостей, от участников, от зрителей. Собственно, все сегодня дарят невероятно позитивную энергию. Они делятся ее со всеми, в том числе и с нами. Не надо стесняться и приходи на Комик-кон. Далее анонс самых интересных событий предстоящей недели. Смотрим и берем на заметку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А на сегодня все. Сюжеты программы, вышедшие в эфир, ты можешь найти на сайте молодежный форум 24.рф и на телевизионных порталах Дельфик ТВ и вся Россия. А также заходи в нашу группу ВКонтакте. Будем общаться. Смотри молодежный форум. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok